Меня зовут Урал, я работаю в компании Raiffeisen Bank, и наша команда занимается нагрузочным тестированием. Да, и я в этой команде Team Lead. Сегодня поговорим про нагрузочное тестирование как одну из мер по обеспечению стабильности приложений. Вот. Ведь если взять бизнес, любой бизнес хочет, чтобы приложения работали стабильно, особенно это Highload приложение. То есть бизнес не любит, когда приложение падает, когда не получает какие-то проблемы, те же репутационные риски, про которые частенько мы слышим. И также бизнес любит, когда программно-аппаратная платформа прогнозируема, то есть они должны понимать, сколько текущее приложение держит. То есть наверняка кто-то встречался с ситуацией, когда бизнес хочет расшириться, но не понимает, сможем ли мы в текущей программно-аппаратной конфигурации приложения вообще выдержать нагрузку. И это проблема, да. И это никак не полечить без проведения нагрузочных тестирований. То есть не понять, сколько мы держим, пока мы не проведем какие-то тесты нагрузочные. Вот. Поэтому сегодня мы поговорим про нагрузочное тестирование. К сожалению, не везде оно проводится должным образом, а где-то оно и вовсе не проводится. Почему-то многие любят его откладывать в долгий ящик. Ну, все думают, ну, как-нибудь в другой раз проведем. Сейчас мы вот свои, как бы, фичи там выкатим, да, а про нагрузку обычно забывают. Вот. Поэтому сегодня я хочу вам рассказать про то, как мы делаем нагрузочное тестирование в нашем банке. Поделиться теми практиками, которые у нас сформировались. Вот. И если будут вопросы, мы можем еще обсудить некоторые вещи. Поехали. Вот, собственно, о чем мы поговорим. Про сервисный подход. В некоторых компаниях, особенно крупных, есть целые отделы, которые занимаются тестированием производительности. Кстати, про тестирование производительности. Кто знает, чем отличается нагрузочное тестирование от тестирования производительности? Поднимите руки, пожалуйста. Да, немного, да? Вот. Так вот, чтобы некоторых этот момент не смущал, когда я буду говорить нагрузочное тестирование, я буду подразумевать, что это тестирование производительности. Вот. На самом деле, тестирование производительности, кто не знает, это более общий термин, а нагрузочное тестирование – это лишь один из подвидов тестирования производительности. Вот. Сегодня, когда… Ну, мне просто больше нравится термин нагрузочное тестирование, и в слайде у меня будут сокращения NT, ну, сокращения тоже больше нравятся, чем тестирование производительности. Поэтому будьте к этому готовы, что будет в основном звучать нагрузочное тестирование. Вот. Расскажу про наш опыт и про то, куда мы сейчас движемся, да, то есть, как развивается наша команда, какие у нас были сложности и как мы к этому пришли. Вот. Давайте рассмотрим, в принципе, какие модели проведения нагрузочного тестирования условно можно выделить. Первое – это, наверное, самый шикарный вариант. Это когда команда, которая развивает свой продукт, умеет самостоятельно проводить нагрузку, то есть, имеет полный спектр компетенций в нагрузочном тестировании, может провести, проанализировать, сделать какие-то выводы. Вот. Это самый хороший вариант. Второй вариант – это можно, в принципе, привлечь вендора. Многие так и делают. Здесь свои минусы. То есть, нужно время на то, чтобы какие-то бюрократические вещи организовать. Вот. И третий вариант – это можно сделать сервисную команду. Собственно, про нее сегодня мы и будем говорить. Вот. С чего все начиналось? На самом деле, нашей команде сейчас три с половиной года. Вот. В 2016 году я пришел в RayFightingBank, был первым человеком в этой команде. И, собственно, с этого все началось. Но этому моменту, соответственно, были какие-то предпосылки. Первое. Вообще, если по правде говоря, нагрузочное тестирование делалось, то есть, нельзя сказать, что нагрузочное тестирование не проводилось, но были свои проблемы. То есть, делали нагрузку разные вендоры. И те наработки, те практики, которые они делали в ходе нагрузочного тестирования, они пропадали. То есть, инженер уходил, все забывалось, нужно было все заново делать. Вот. Второе. Никто не понимал, как, в принципе, проводится нагрузочное тестирование. Не было должного контроля. Каждый делал на что гораздо. Вот. И с этим нужно было что-то делать. К счастью, мои руководители, очень опытные менеджеры, они понимали, что нагрузочное тестирование нужно развивать, что с этим нужно что-то делать. И они решили организовать такую сервисную команду. То есть, они не стали формировать какой-то отдел, просто решили сделать внутри QA команду, которая, собственно, будет этим заниматься. Вот. Собственно, отсюда выросли задачи для сервисной команды. В первую очередь страдали команды проектные, которые занимались разработкой какого-либо продукта, который они разрабатывают и отдают продуктовую команду или дорабатывают. И они практически не тестировали свои доработки на нагрузку. Это было чревато тем, что они отдают все это дело, а потом команда это все разгребает. Частые падения там в проде и со всеми вытекающими. Вот. Также не было, то есть, иногда нужно провести нагрузочное тестирование, допустим, не только там в продуктовых командах, иногда нужно просто проконсультировать, то есть, понять, допустим, вообще нужно ли нагрузочное тестирование. То есть, не всегда есть смысл проводить нагрузочное тестирование, но с таким мы тоже сталкивались. Вот. И, в принципе, нагрузочное тестирование было слабо развито. Я это понял еще с первых встреч. Некоторые тест-менеджеры даже, в принципе, не представляли, как оно проводится и что там вообще происходит. Ну и плюс мы должны были как раз таки ввести базу знания по тестировым системам, чтобы эти наработки сохранялись и их можно было переиспользовать. То есть, тем самым мы сокращали бы время на ретесты и сокращали бы трудозатраты. Ну и, собственно, качество тоже повышалось бы, потому что уже наработки есть, заодно ничего придумывать не нужно. Итак, кто основные пользователи нашим сервисом? Это проектные команды. Они временные и, как правило, они не могут себе позволить иметь в составе своей команды нагрузочного тестировщика. Ну, дай бог им перепадет обычный тестировщик. Ну, это, конечно, шучу. Но нагрузочный тестировщик им, как правило, не достается. Вот, это временная команда, то есть, они продукт развили, доработали, передали в команду продуктовую, да, и разошлись и там в другие проекты. Вот, но, помимо этого, мы выяснили, что во многих продуктовых командах также нет нагрузочного тестирования, и они начали к нам приходить. Казалось бы, да, высоконагруженный проект, точнее, высоконагруженная система должна тестироваться регулярно, практически с каждым релизом. Но мы выясняем, что они это не делают, у них есть проблемы в продуктиве. И, собственно, вот они узнали про нас и начали к нам регулярно ходить. Вот. Ну, и у нас еще есть опыт, что к нам обращались администраторы. Допустим, мы помогали МКО-администраторам тестировать МКО-брокеры. Также к нам обращались информационная безопасность, мы помогали им делать скрипты, чтобы нагрузить фаервол. Вот, поэтому можно сказать, что к нам обращаются, в принципе, все эти подразделения, но в основном это мы ориентируем на проектные команды. Так, давайте рассмотрим рабочий цикл сервиса, как мы работаем. У нас стэк на базе Atlassian, то есть у нас есть Jira Confluence, заводится задача в Jira. То есть мы просим завести задачу в Jira, желательно заранее, хотя бы за месяц, чтобы люди не прибегали и не кричали, что нам нужно было сделать еще вчера. Вот. У нас есть своя канбан-доска. И на нее эти задачи попадают туда. То есть все задачи мы видим на своей доске и можем, в принципе, уже как-то планировать. Вот. Также для чего доска еще важна? В ней можно отслеживать статусы. То есть это и для нас интересно, и для команды, которая смотрит статус вообще, что происходит с задачей. Они тоже туда могут зайти, посмотреть вообще, на какой стадии мы находимся. Или там добавить комментарий, к примеру. Что еще? Мы просим, соответственно, описать цели тестирования. То есть когда мы просим сделать цель тестирования, команда, по крайней мере, начинает задумываться, что им нужно. То есть не всегда они об этом думают. И когда приходят, говорят просто, хотим провести нагрузчик тестирования. Вот. По поводу целей. Иногда бывает такое, что, вот я вам сказал, что приходит тест-менеджер, говорит, я хочу провести нагрузчик тестирования. Ну, соответственно, приходится его как-то подводить к тому, что нагрузчик тестирования не является самоцелью. То есть наша цель не просто провести нагрузчик тестирования, у нас есть какая-то конкретная цель. Вот. Поэтому. А, еще был случай, когда приходит тест-менеджер и говорит, спрашиваю, а вы вообще что хотите? Вот. Какая у вас задача? Он такой, ну, нам отчет нужен, говорит. Ну, проект нужно закрыть, нам нужен отчет. Ну, мы такая, давайте мы тебе нарисуем в пейнте отчет, если тебе прям отчет нужен. Вот. Да, бывают такие забавные ситуации. Не все понимают, что просто провести нагрузку – это не сама цель. Поэтому мы стараемся, чтобы они эту свою цель сформулировали. Для этого мы просим заполнить опросник. Вот. Я тут перевел небольшие пункты, то есть небольшую часть пунктов, которые мы просим заполнить. На самом деле, гораздо больше. В ней. То есть для чего опросник вообще полезен? Когда команда приходит, она, в принципе, не понимает, во-первых, не понимает, что им нужно. А во-вторых, информацию, которую нужно собрать, ей владеют разные люди. Это могут быть архитектор, аналитик и тестировщик. Когда они ее собирают, они позволяют нам сократить наши временные трудозатраты. То есть мы получаем какую-то информацию и понимаем, что тестировать. И сколько на это вообще времени может понадобиться. Поэтому обязательно просим заполнить опросник. Не все, конечно, справляются, надо признаться. Обращаются к нам, мы помогаем. Тут, в принципе, это нормально. Потому что люди, которые не слышали про нагрузочное тестирование, их еще просить опросник заполнить, мы тоже понимаем, что это не очень гуманно. Дальше мы делаем встречу. Как раз-таки встреча с командой позволяет нам синхронизироваться по целям в первую очередь. То, что я сказал, что цели не всегда бывают изначально внятные. И как раз-таки мы в первую очередь синхронизируемся по целям, чтобы выстроить дальнейшие шаги уже. И, соответственно, на этой встрече мы максимально стараемся расспросить про те нюансы самого приложения, протоколы, компоненты, какие есть, какая вообще там нагрузка, чтобы понять, каким инструментом грузить, к примеру, по какому протоколу эмулировать нагрузку. Вот. И хотя бы примерные сроки, чтобы они обозначили. Просто иногда бывает, что приходят к нам за нагрузочным тестированием, говорят, что нам нужно протестировать там через месяц, а у них еще как функциональный тестирование не прошло. Вот. Начинаем. Ну, такое у нас было. Поэтому в первую очередь мы задаем вопрос, а вы вообще функциональный тесты провели? Вот. И тут начинается. Ну, мы там скоро проведем, да. Вот. Когда проведете, тогда приходите. Ну, конечно, так не говорю. Я им говорю, что, ребята, нам для того, чтобы проводить нагрузку, нужно убедиться, что у вас функционал работает правильно, и у нас не будет проблем с тем, чтобы проводить ретесты из-за того, что у вас какие-то там баги. Вот. Дальше. Что мы делаем? Готовим оценку. Как я вам говорил, что основные потребители у нас проектные команды, и у них бюджеты, как правило, ну, небольшие, да, мягко говоря. Многие не закладывают туда нагрузочное тестирование, а потом приходят и говорят, а можно как бы поменьше сделать оценку? Мы как бы не можем себе такого позволить. Выигры дорогие. Ну, часто такое слышим. Нагрузишь, то есть все равно дорогое. Ну, мы сейчас, на самом деле, со временем гораздо быстрее делаем и меньше трудозатрат у нас на нагрузку. Но, тем не менее, говорят, вы дорогие. И, кстати, были случаи, когда просто отказывались. То есть приходят к нам, мы им делаем оценку, они такие, не, вы как бы, у нас всего полтора миллиона, а вы хотите, там, 500 тысяч себе забрать, да, на нагрузку. Нет, лучше мы так. Да, такие случаи были, и не один раз. И поэтому я всем тест-менеджерам, которые и project-менеджерам уже заранее говорю, то есть изначально они практически не закладывали, или закладывали какие-то там мизерные человека-дни в свои оценки. Я им говорю, что вот приходите ко мне, давайте оценим вообще заранее, вот на ваш проект, сколько потребуется человек-дни там на проведение нагрузки. Вот. И это работает на самом деле. Со временем они все начинают уже заранее закладывать трудозатраты, и такие проблемы уходят со временем. Дальше, соответственно, в оценке мы… Ну, оценка у нас такая примитивная, то есть мы ее сильно не детализируем. Такие базовые вещи мы оцениваем. У нас есть свой шаблон. Тут, в принципе, ничего такого, наверное, выделить нет. Просто мы… Скажу, что мы оценим сейчас человека днях, этого достаточно. И важно эту оценку зафиксировать, и чтобы в дальнейшем не было проблем с командой, что у них, оказывается, бюджет закончился, и чтобы такого не было. Дальше, соответственно, мы планируем работы и выделяем инженера. У нас сейчас в команде 5 человек, включая меня, и на все про все получается… Я сам сейчас к нагрузочному тестированию привлекаюсь именно написать скрипты, запустить очень редко. Я все-таки Team Lead могу себе позволить. И… Ну, последний раз я тестировал в марте. Я про это еще расскажу. Помогал. Вот. Соответственно, 4 человека у нас разгребает весь поток заявок. Как я вам сказал, у нас ведется все в конфлюенс. Мы там готовим план. Соответственно, его согласовываем. Вот. И третий пункт по поводу статусов. Здесь важный момент. Статусу очень важная часть, потому что, как я сказал… А, я вам не сказал, что у нас команда, она… У нас локация совсем отдельно, то есть мы не выделяем инженера прямо в команду, он в команде не сидит. Мы сидим у нас отдельно в свое место. Никуда мы инженера не отправляем. Ну, мало ли там кому-то понравится человек и заберет себе… Ну, моя боязнь, да, как тимлида. Поэтому мы решили, лучше будем как-то синхронизироваться через статусы. Вот. Поэтому сейчас у нас мы проводим раз в неделю статус. Это может… Не делаем сейчас оффлайн-встреч. В основном это либо конфкол, либо скайп-митинг. Вот. На нем обсуждаем текущий статус, пинаем команду, потому что часто команда бывает… То есть мы делим задачи… Те задачи, которые делает команда и те задачи, которые делаем мы. То есть свою часть мы, понятное дело, выполняем, а вот вторая часть обычно хромает. То есть их нужно подпинывать и для этого статуса очень хорошо подходит. Но бывают случаи, когда команда на этом паразитирует. То есть мы проводим статусы, они на нашем статусе начинают обсуждать свои проблемы. Были такие случаи, когда они прямо говорят, спасибо Уралу, что вы там статус сделали, а то вот мы давно хотели поговорить с админами. У нас тут куча всего накопилось. Админы говорят, а у нас к вам вопросы накопились. А что это вы под одной учеткой, со всех систем под одной учеткой к нам лезете, как нам отделить ваш трафик. Такое тоже случается. Они прямо на наших статусах решают свои проблемы. Ну ладно. Главное, чтобы польза была. Дальше, собственно, проведение работ здесь особо выделить нечего. То есть у нас цикл достаточно стандартный. Единственное, что можем отметить, что мы методику не формируем заранее. То есть она у нас формируется в принципе в течение всего проекта. То есть базовые вещи, то есть цели мы определяем сразу, как я вам сказал, и профиль нагрузки мы определяем сразу. То есть эти вещи мы стараемся согласовать отдельно, то есть без написания всей методики. Вот. И дальше уже методика разрабатывается в течение всего проекта. Вплоть до написания отчета. Вот. Ну, в принципе, наверное, многих так. Скажите, поднимите руки, кто вообще методику правит в течение всего... Ну, те, кто делает нагрузку, имею в виду. Все правят, да? Ну, без этого никак. Иногда бывает, да, начинаешь что-то делать и видишь, что ты делаешь это не так, что нужно что-то менять. Поэтому здесь мы не стесняемся, говорим команде, что мы вот хотели бы это, допустим, переделать, да? Вот. И главное, чтобы с командой согласовать. То есть не надо делать это втихаря. Методику мы вообще полностью, когда она сформирована, еще раз проговариваем с командой, делаем прям оффлайн-встречу, зовем всю команду, говорим, ребята, вот смотрите, как мы будем тестировать. Вот. Такую нагрузку мы будем подавать. Вот, ребята, вот такой стенд, точнее, начинаем с цели. Вот такая цель мы преследуем, на таком стене будем тестировать и вот под такой нагрузкой. Вот с этим ок. Ну, они все кивают головой, как будто понимают, о чем мы говорим. Вот. Мы говорим ок. Ну, все, тогда к нам вопросов нет. Едем дальше. Какие тесты мы проводим? Когда к нам приходит какая-то проектная команда, это наиболее частые наши клиенты, в первую очередь мы проводим тест на определение, на соответствие требования производительности. Ну, если они есть. Кстати, да, у кого, кстати, есть практика, что прям на все системы там делают требования, просто у нас с этим не очень хорошо, на самом деле. Укосы, типа, хорошо. Вот. Ну, на самом деле, требования сделаются, но не всегда, и они не всегда качественные, да, то есть иногда нам говорят, ну, у нас там должно быть, система должна держать ну, там, тысячу заявок в сутки, да, а непонятно потом, как это делить там на час или там в минуту, сколько нужно держать. Вот. Еще забывают про наполнение базы. Вот. Единственное, раз, когда прям крутые были требования, они прям прописали, мы должны держать такую-то нагрузку, при этом в базе данных должно быть там сто, десять тысяч активных договоров, и там еще куча пунктов. Мы такие, вау, реально, реально крутые требования, то есть они учли все риски, которые, ну, все моменты, которые могут повлечь на производительность. опционально тест масштабируемости. Иногда бывает, наверное, большинство админов думают, если закидать железом систему, да, оно станет работать быстрее. Это, к сожалению, не так. У нас были случаи, даже когда дополнительные ядра CPU ухудшили производительность. Система на базе Oracle докинули туда еще кучу ядер, думаю, что поможет, стало еще хуже. Такое тоже бывает. Поэтому мы стараемся объяснять людям, что добавление железа, оно не обязательно приведет к росту производительности. То есть в какой-то момент мы можем упереться в другие ограничения. Вот. И объясняем, что чтобы в этом убедиться, нужно провести тест масштабируемости. Давайте мы там добавим либо ноду, либо там процессор, либо память, проведем все-таки испытания и убедимся, что масштабируемость есть. Вот. Но это, как я написал, опциональный тест, не всегда так. И плюс, иногда мы, когда видим риск того, что база будет наполняться, опять же, проговариваем с командой, мы проводим наполнение, дополнительное наполнение BD, базы данных, данными, и оцениваем, насколько вообще влияет дополнительное увеличение объема BD на производительность. Дальше. С чего мы начинаем? Начинаем мы тесты, как правило, с интеграционного контра. Часто бывает, что сама система работает хорошо, но проблема бывает в интеграциях. То есть, особенно, когда новые доработки. Бывают проблемы с МКУ. Допустим, там мы выставили какие-то дефолтные настройки, и размер сообщения, допустим, не подходит вообще. Дефолтный размер не позволяет получать сообщения через МКУ. Их нужно увеличить. Такие вещи, они хорошо отлавливаются. Даже не обязательно большую нагрузку подавать. Главное, работать с правильными данными. Дальше. Еще нужно отменить, что интеграционный контур у нас не всегда продлайк. Кстати, когда говорят продлайк, опытные нагрузочные тестировщики начинают смеяться. Продлайк это... А когда говорят, что почти продлайк, у них улыбка сменяется яростью. Ну, что такое вообще? Что мы на этом стенде сделаем? Поэтому почти продлайк. Да, там бывают диски другие, тип процессора может быть другой. Ну, по крайней мере, архитектурно и по количеству ядер, допустим, и памяти схожи. Можно как-то на этом закрыть глаза, допустить, что, да, ладно, пускай у нас чуть слабее. Вот. на этом начинаем работать. У нас, к сожалению, нет отдельного контура нагрузочного, поэтому мы вот начинаем именно с интеграционного. Ну, интеграционный, это еще стейджинг или там препродакшен называют его. Вот. У нас он называется превью. Интеграционный контур. А дальше, что мы делаем? Когда... Ну, вторая задача, которая основная интересует бизнес, это сколько мы выдержим, в принципе, да, и без этого никак. То есть, когда мы проводим нагрузку, именно за этим многие приходят. Мы не понимаем, они говорят, мы не понимаем, сколько мы еще продержимся. Или вот мы хотим новую там платформу, но как бы у нас сейчас проблемы, мы не понимаем, сколько мы продержимся, сколько нам вообще закладывать на проект по внедрению новой платформы. Вот. Такие вопросы постоянно задают и с этим к нам приходят. Поэтому, когда мы проводим такие тесты, мы меняем. Сначала мы конфигурацию вставляем такой же, единственное, мы заменяем эмуляторы и внешняя система. Потому что внешняя система у нас также в тестовом контуре, и они ни разу не продлайк, они слабые. Мы подаем нагрузку, они подыхают раньше, чем наша тестируемая система. Поэтому их мы меняем, чтобы как бы наша система могла дальше увеличить свою производительность, разгоняться. Вот. Дальше мы, опять же, разгоняемся до упора и смотрим вообще, показываем результаты, говорим, ребята, вас устраивают вот такие цифры, да, вот мы получили такой-то ТПС. Вот. Они говорят, иногда бывает, да, устраивает, и мы как бы завершаем на эту нагрузку, да, и нам хорошо, потому что нам нужно работать быстро. Вот. Они говорят, если они говорят, нас не устраивает, тогда мы уже идем дальше и просим, говорим, давайте мы постараемся приблизить наш стенд к продлайк, и тогда мы вам уже точно скажем, не то, более достоверную информацию предоставим. То есть, меняем, добавляем там кластер, если это у нас какой-то аппликачный сервер, если у нас стоит из кластера, добавляем там ядра, память и делаем ретесты. Опять же, нагружаем по максимуму и уже смотрим, сколько мы выдержали. Так, Презентация результатов. Тут тоже есть важный момент. Поначалу мы просто брали и по привычке отправляли отчет, то есть, сделали нагрузку, отправили отчет, и там разбирайтесь сами. Отчеты у нас были большие, как нас учили наши старшие товарищи, с кучей графиков, с кучей ненужной информации, как мы поняли потом уже. Сейчас у нас результаты, точнее, отчет не такой большой, но мы акцентируем внимание, что у нас первые полустранички, они должны говорить и менеджеру, и девопсу, и разработчику, что системы. И дальше уже подкатом какие-то графики добавляем, если кому-то интересно, они там заходят, смотрят. Основная часть, которую люди читают, кстати, не все, которые открывают отчет, дочитывают, в принципе, даже итоги, поэтому мы стараемся именно первой полустранички сделать максимально информативно, чтобы понимали все. для чего нужны еще презентации результатов, почему мы не можем отправить и как бы сказать, ребята, вот вам отчет, давайте закрываемся, платите деньги. Нет, мы так не делаем сейчас, расскажу одну историю. Вот, был у нас один случай, когда мы тестировали сервис авторизации. Вот. Протестировали, нам дали Broadly Extend, мы сняли статистику за последние три месяца, посмотрели, какая у нас интенсивность, подали нагрузку и увидели, что, в принципе, держит, да, но вот, если вы посмотрите график, у нас на уровне 80%, это как раз-таки та нагрузка, которая пиковая, на текущий момент пиковая в Prode. Дальше мы пробуем увеличить нагрузку и видим, что там начинается какая-то хрень, то есть система разваливается, и сыпятся ошибки, ну, здесь это не видно, но вот по опытные нагрузочные тестировщики, увидев такой график, в принципе, понимают, что там что-то неладное. Вот это на самом деле график из реального отчета, я его прямо оттуда скопировал, единственное, немножко цвет поменял, вот, потратил на это полчаса, ну, по крайней мере, сейчас он гармонично смотрится, на мой взгляд. Так вот, 80% утилизации процессора, мы отправляем команде отчет, и первая строчка у нас написана «Система выдержала пиковую нагрузку». Они, понятное дело, там прочитали это, да, и дальше уже, как бы, наверное, забили, и что там дальше читать, ну, как бы, все хорошо, да. Ну, я бы сам, наверное, так сделал, если бы я был занят другими задачами. Так вот, выходит в продуктив, и через, там, пару месяцев, или, может, месяца полтора, сервис падает. Проанализировав логи, что там вообще происходило, увидели, что там, как раз-таки, нагрузка была чуть выше, чем ту, которую мы подавали. В принципе, у нас тест был показательным, то есть мы получили хорошую производительность, ну, то есть правильную, но там было выше, может, процент на 15, я уже точно не помню, и этого хватило, чтобы вот этот запас в 20% в CPU, да, а у нас прям стенд был prod-like, хватило, чтобы, как бы, догрузить процессор, и всему свалиться. Вот, так в чем проблема, в чем здесь проблема? Вот, я забыл перелеснуть, вот такая у вас была проблема. Мы не обсудили это с командой, да, не подчеркнули, что ребята у вас, как бы, сейчас держат, да, но у вас нет запаса. Это важно говорить, если вот есть какие-то моменты, которые нужно подчеркивать, это нужно прямо на презентации результатов проговаривать. Говорит, ребята, вот добавьте заранее, лучше у вас, вот, как бы, скоро ноябрь-декабрь, да, у вас же нагрузка будет больше, вы понимаете, что вам нужно, как бы, добавить немножко, подстраховаться. Вот. Мы этого не сделали, и это стало для нас уроком. Сейчас мы каждую итерацию нагрузки тестирования, завершаем презентацию результатов, рассказываем команде, что к чему, извините, плеснул. Так, давайте поговорим немножко про особенности сервисной модели. Вот, на экране, сейчас, наверное, это скорее отрицательная сторона, да, то есть, то, что мы не, первое, не глубоко погружены в систему, то есть, к нам приходят обычно в короткий срок, ну, хотят провести нагрузку в короткие сроки, мы не всегда успеваем систему изучить досконально. Вот эта проблема, были случаи, когда мы, допустим, недоэмулировали нагрузку, то есть, допустим, был у нас случай, когда мы протестировали систему рублевых платежей, сэмулировали рублевые платежи, там, Беспы, ну, кто знает, может быть, что такое Беспы, быстрые платежи, но забыли совсем про служебные сообщения, которых оказалось вообще много. И нам прямо на презентации результаты говорят, ребята, вы, говорят, эмулировали служебные сообщения, мы такие, в смысле, какие служебные сообщения? Первое, слышим, мы же вас спрашивали, что вам нужно, какие операции вообще выполняют в системе. Так, ну, это же само собой, говорят, служебные сообщения, как же без них, ну, система же работать не будет без служебных сообщений. Мы такие, окей, выключаем, как бы, проектор, и идем дорабатывать тестовую модель. Вот такой, позор был. Дальше, низкая интеграция с командой, эту проблему решаем статусами, как я вам говорил, некоторые мои инженеры противятся, говорят, так за неделю же ничего тут не произошло, зачем я сейчас лишний раз буду людей, уважаемых людей дергать? Я такой, не, давайте, все по-честному. Нет, серьезно, несколько раз такое было, не буду показывать пальцем, кстати, он присутствует. Вот, в итоге оказалось, что у команды совсем другие планы, изменились планы, что у них там стенды вообще разобрали, там, или что-то еще, а мы об этом не знаем, мы там что-то там у себя там пилим, на другом стене, и готовимся что-то запустить. А у них планы вообще поменялись, то есть им, может быть, вообще нагрузка не нужна. Поэтому статусы мы проводим каждую неделю, и это обязательно. Вот, и еще один минус того, что работа проводит сервисная команда, это, наверное, как следствие всех предыдущих минусов, да, это повышенные трудозатраты. То есть, пока мы изучаем систему, пока мы там пристреливаемся, проходит достаточно много времени, ну, больше, наверное, чем это сделала команда, да, сама, когда сама тестирует. Команда является экспертом своей системы, она знает до каждого болтика, что там происходит, до каждого механизма, что там есть, и им проще, как бы, разобраться, им гораздо быстрее провести нагрузочное тестирование. Вот, поэтому, собственно, я в самом начале, когда проговорил про модели, говорю, что вот, самый шикарный вариант, это когда команда тестирует сама. Особенно, если эти системы критичны для бизнеса, да, высоконагружены, вот, и от них очень много зависит. Тогда это обязательно должно быть команде. Есть и положительные стороны сервисной команды. Бывает, к нам прибегают, прямо говорят, срочно, срочно нужно протестировать, и мы говорим, да, вы по адресу обратились, и мы готовы вам помочь. Вот, тут на этот счет есть еще одна история. Все, наверное, слышали, да, про систему быстрых платежей. Кто слышал, кто пользуется вообще? Многие пользуются, да, вот она стартовала у нас буквально весной этого года, и команда, которая разрабатывала эту систему, там, на самом деле, это не была ни одна команда, система многокомпонентная, и был эксперимент. Сделали этот проект без проект-менеджера. Такой эксперимент поставили. Ну, решили поставить такой эксперимент прямо вот на СБП. Не знаю, почему, они выбрали СБП, нельзя было там взять какую-нибудь систему, которая не очень критичная, да. Вот они, в общем, выбрали эту систему, и совсем забыли про нагрузочное тестирование. За неделю к нам приходят, и говорят, а, точнее так, они нас зовут, мы такие думаем, сейчас они как бы нам расскажут, как они стенд нам будут выкатывать под нагрузку, как они нам будут помогать. Они такие, ну, мы выходим-то через несколько дней. Что с нагрузкой? А команда, которая занимается разработкой? Ну, у нас стенд не готов, разработчик заболел, выйдет на следующую неделю, в смысле, на следующую неделю выйдет, на следующую неделю запускаемся. Так вот, разработчик, хоть и больной, видимо, все поднял, стенд настроил, мы буквально за неделю протестировали эту систему, нашли достаточно интересные проблемы, именно связанные с производительностью. Понимали, какой у нас максимальный предел, и он потом подтвердился в продуктиве. Кстати, по поводу профиля нагрузки, то есть, ту нагрузку, которую мы ожидали, она, оказывается, была выше в итоге. То есть, популярность этого сервиса, ну, сервиса, система быстрых платежей оказалась выше, и в итоге все-таки вот тот запас, который у нас был, его немножко не хватило, потом дотюнивали. Ну, по крайней мере, мы им показали, что вот такую нагрузку вы держите, и у вас есть какие-то проблемы. Вот. И самое интересное, что было, что без подтверждения нагрузки мы не выходим, это оказалось тоже для нас новостью, ну, и для команды, видимо, тоже. Ну, PM-а нет, разброд и шатание, видимо, было, ну, по крайней мере, мне со стороны так показалось, может быть, у них там все хорошо было. Вот. Ну, в итоге мы спасли эту ситуацию, протестировали, показали, подсветили, какие есть риски, и сервис, система быстрых платежей успешно стартовала. Вот. Но, сейчас мы говорим про сервис, давайте поговорим немножко про команду, то есть сервис это все-таки команда, и какие есть особенности. Я вам уже немножко говорил, мы должны работать быстро, это один из критериев работы нашего сервиса, понятное дело, стараемся не в ущерб качеству, вот, но тем не менее, поток заявок на проведение нагрузки достаточно большой, и если мы будем делать там все медленно, или там постараться прям тщательно все прорабатывать, писать большие отчеты, методики, нам понадобится там не 5 человек, от человек 10-15, вот серьезно. Поэтому мы стараемся делать быстро, и ребята уже к этому привыкли. Это как раз приводит к тому, что у нас достаточно большое переключение контекста. На человек может приходиться 2-3 активных проекта, человек, то есть, потестировал одно, там, затык, допустим, там, с тестовым стендом, ну, сломался там, да, или команда сказала, что вот мы хотим на другом релизе протестировать. Вот. Приостановили, продолжили там другой, то есть, такое часто бывает, особенно под конец года, все хотят протестировать до нового года, и такой прямо лавинообразный поток заявок идет. Вот. Поэтому, когда, если кто-то хочет сделать такую сервисную команду, это нужно учитывать, просто есть люди, которые, ну, инженеры, которые не любят, вот такое большое переключение контекста, они любят работать с одной системой, быть там экспертом, допустим, да, и не переключаться, постоянно изучать новую систему, там, какие-то новые протоколы, ну, некоторым это неинтересно, и тяжело, тяжело им. Я, у нас такие люди были, сейчас их с нами нет, не знаю, к счастью или к сожалению, но вот это нужно учитывать, особенно, ну, хотя бы там на собеседовании задать вопрос, вот тебе как вообще по кайфу, вот если у тебя будет меняться постоянно система, или тебе интереснее работать, вот, с одной системой. Вот. И третий пункт, это надежность команды, мы стараемся, чтобы у нас все инженеры, делали нагрузочное тестирование от и до, то есть начиная с разработки методики, завершая презентацией результатов, то есть были, были такими универсалами. Я знаю, что в некоторых компаниях есть прям деление, кто-то там пилит скрипты, кто-то там анализирует и там отчеты готовит, у нас такого нет. Я сразу приучаю ребят, чтобы они могли и скрипты писать, и с командой общаться, то есть они проводят статус и презентуют результаты. Это важно, потому что так у нас народу не так много, бывает, что человек ушел в отпуск, но нужно его подменить, чтобы человек мог переключиться, если человек никогда не общался с командой или не анализировал результаты, соответственно, его подключить никак не получится. Поэтому мы стараемся, чтобы люди умели делать полный цикл нагрузочного тестирования. То есть каждый член команды должен уметь это делать. И, собственно, когда я вам говорил про модели нагрузочного тестирования, я вам сказал, что когда команда делает нагрузку самостоятельно, это прямо самый офигенный вариант, и к этому нужно идти. И что мы для этого... То есть мы увидели, что продуктовая команда к нам приходит, а некоторые приходят в год по несколько раз, и надо с этим что-то делать. И мы, естественно, пришли к выводу, что давайте мы их научим, и как бы они от нас отстанут. Нет, мы так не думаем, на самом деле, мы просто хотим, чтобы тестирование проводилось регулярно и качественно. Вот. И поэтому, в первую очередь, когда мы говорим, кого учить, это у нас идут продуктовые команды, особенно... То есть мы сделали приоритет, у нас есть команды, на каждый год у нас состоит приоритет, в нескольких командах нужно внедрить практики нагрузочного тестирования, чтобы они самостоятельно уже могли. За два года у нас уже таких команд 11, в которых мы уже в какой-то степени внедрили нагрузочное тестирование. Вот. Ну, в принципе, это на самом деле предмет для гордости, потому что у нас поток заявок уменьшился на... Ну, почти на 30%. Это не значит, что мы сейчас бездельничаем. Вот. Про то, чем мы сейчас занимаемся, я расскажу чуть позже. Вот. И второй момент. Чему учить? Сколько учить? Ну, такие вопросы, наверное, перед всеми встают, когда дело доходит до обучения. Вот. Мы начнем, наверное, с того, что мы вообще хотим на выходе, да? Первое. Мы хотим, чтобы вообще, в принципе, в нашем банке люди понимали, что такое нагрузочное тестирование. Понимали его важность, что его нужно проводить, и что это влияет на стабильность и, в принципе, на успешность нашего банка. Вот. И вторая цель – это именно по результатам обучения команда должна уже начать что-то делать сама. Вот. Для этого мы разработали два курса. Первый – это вводный курс по нагрузке, который как раз-таки отвечает на первую... ну, достигает первую цель. То есть аудитория для этого курса очень большая. То есть мы приглашаем там всех. То есть любой желающий может записаться сюда. А на программу учения именно записываются те, кто хочет стартовать нагрузочное тестирование у себя. Вот. Ну и приглашаем мы, в принципе, всех. И это могут быть и тестировщики, и разработчики, и DevOps-инженеры. Вот. Вообще, нагрузочное тестирование, я считаю, что это не дело одного человека и не дело нагрузочного тестировщика. Это дело командное. Я это стараюсь доводить до всех команд, которые занимаются нагрузкой. Бывает такое, что люди присылают там одного человека и говорят, вот Петя там пускай занимается нагрузкой, он же тестировщик. Ничего подобного. Мы стараемся, чтобы привлекались и администраторы, и разработчики, и аналитики. То есть это дело командное, в первую очередь. Поэтому это не должно быть так, что один человек там закопался в нагрузочных скриптах, не понимая, что происходит, а команда при этом говорит, ну, он же тестировщик, пускай занимается. Нет. Поэтому обучение проходит, мы стараемся, чтобы обучение проходили два-три человека. Вот. Чему мы учим? Ну, сейчас я говорю про трехдневную программу обучения, которая готовит именно уже людей, которые должны начать нагрузочный, тестировать себя в команде. Мы учим разрабатывать скрипты по протоколу HTTP. И особое внимание уделяем параметризации и корреляции. Это, наверное, базовые вещи, которые должен знать инженер, который скриптует. Второе, у нас создание тестов. Тут мы стараемся уже, на создание тестов там, в принципе, много чего объяснять не нужно. Единственное, мы стараемся, чтобы люди набили руку, понимали, как составлять тесты. Вот. Стараемся, чтобы они сделали там разные тесты и их позапускали. Это важно. То есть они должны прочувствовать, то есть по результатам этой программы люди должны прочувствовать, какие этапы есть вообще, в принципе, нагрузочный тестирование, что нужно делать. И могли самостоятельно это проделать. Вот. Дальше. И у нас еще есть отдельный день, когда мы, где мы учим людей составить профиль нагрузки. Я всем объясняю, что вот если брать тестовую модель в нагрузочном тестировании, да, у нас есть нагрузка, у нас есть стенд, у нас есть данные, да. Вот. За стенд и данные мы особо, ну, на них мы особо не повлияем, да, как нагрузочные тестировщики. Но зато мы можем качественно сделать профиль нагрузки. Поэтому у нас это идет отдельным днем, где мы учим наших учеников правильно делать нагрузочные профили. Это важно. Просто иногда бывает, люди вообще делают какую-то дичь. Что дальше? Мы используем два инструмента. Изначально у нас программа была на базе инструмента LoadRunner, но так как у нас появились заявки на G-Meter, мы добавили туда G-Meter, и сейчас у нас проходят курсы и на базе LoadRunner, и на базе G-Meter. Вот. Дальше. Есть проблемы, с которыми столкнулись, вот это обучение, что если команда не стартует проведение нагрузки самостоятельно сразу же после обучения, они все забывают. Вот реально. Вот мы стараемся там, мы объясняем, потом у них все спрашиваешь, прям как будто пустая голова просто. Вот. Поэтому пока у них есть что-то в голове, нужно, ну, стараться сразу же стартовать. Проводить второй этап обучения. То есть мы попробовали первый сначала провести в рамках просто обучения на тестовых сайтах, а потом решили, что нужно проводить обучение в команде. Вот. Итого у нас получился формат обучения следующий. То есть мы сначала обучаем в рамках IT-академии. Но IT-академия это у нас такая форма обучения, где любой желающий, в принципе, может потешепиться. Там есть и инженерные практики, различные практики тестирования, разработки. То есть записываешься, проходишь обучение. Вот. И мы в эту же IT-академию добавили свои курсы. То есть люди записываются, проходят обучение. И дальше мы организуем второй этап обучения. Люди либо подсаживаются к нам рядом, либо мы к ним идем, помогаем. Да, вот они проводят какое-то время в тесном взаимодействии с нами. То есть мы им даем задачи. То есть если в случае обучения в IT-академии мы, у нас есть тестовый сайт, на котором они тренируются, на втором этапе обучение проходит именно на их реальной системе. Вот. Они также делают скрипты, также делают тесты, запускают. И мы вот на протяжении всего этого времени, в течение трех недель, их сопровождаем, помогаем, объясняем. И это заходит гораздо лучше. То есть если вы хотите, чтобы в какой-то команде стартовала нагрузка, не стоит ограничиться просто там теорией или там практикой. Нужно обязательно провести второй этап обучения. И это повысит шансы, что команда начнет самостоятельно проводить нагрузочное тестирование. Дальше что? Как я вам сказал, что у нас загруженность, точнее поток заявок уменьшился практически на 30% за счет того, что у нас там 11 команд уже ушло. Они к нам приходят редко в основном за консультациями. Вот что в этом случае делать? Понятное дело, что у нас задач по нагрузке достаточно, но у нас немножко освободились руки. И мы этим, собственно, пользуемся. Вот. Еще одна проблема с тем, что увеличится количество людей, которые проводят нагрузку, что их становится очень много и за всем не уследишь. Бывают такие случаи, что люди начинают просто делать какую-то дичь, откровенно говоря. То есть они пытаются там нагрузить, не используя там проверенные инструменты, начинают там какие-то там приблуды придумывать. И, да, в общем, коряво проводят нагрузки тестирования, одним словом. Вот. Не буду приводить примера. Их достаточно много. На самом деле мы их выявили. Вот. Поэтому с этим нужно что-то делать. Мы все-таки, как я вам говорил, у нас одна из задач повысить качество нагрузки тестирования в нашем банке. Чтобы не просто мы там проводили нагрузку, да, чтобы те команды, которые проводят самостоятельно, они делали это качественно, делали правильно. И с этим нужно что-то делать. Вот. К чему мы пришли? Пришли к тому, что если народу много, много их нужно объединять в комьюнити. Для этого что можно сделать? Можно делать различные встречи, обсуждать какие-то ключевые вопросы по нагрузочному тестированию. То есть их собирать на какую-то встречу, на обсуждение. Это помогает нам синхронизироваться и выравниваться по технологическому стеку, по уровню понимания, что вообще происходит, как проводить нагрузку, да. Вот. Это очень-очень полезная встреча. Дальше. Те команды, в которых, я вам сказал, один из команд, да, команды, в которых самостоятельно нагрузка уже запустилась, их нельзя просто взять и бросить. Казалось бы, да, вот мы их обучили, сказали, вот вам в руки лодранер, идите, тестируйте. Но мы так не делаем. Мы стараемся им помочь, по крайней мере, на первые там несколько итераций мы делаем встречи, то есть они делают нагрузку. Мы просим их позвать нас, они рассказывают, как они проводили нагрузку всей команде, в том числе нам, да. Мы, соответственно, смотрим, делаем там какие-то замечания, рекомендации. и это нужно делать обязательно. Вот у нас были случаи, когда вот мы вроде бы людей обучили, они уже там полгода тестируют, мы такие проводим с ними встречи и узнаем, что вот они взяли, то есть как мы их учили. Мы говорим, ребята, если вы будете использовать один логин и пароль в нагрузочном тестировании, у вас могут возникнуть проблемы. Могут возникнуть блокировки и прочие проблемы. У вас там с сессиями проблемы могут возникнуть, если у вас, ну, бывает система, у которых прям сессии могут там отвалиться, да, из-за того, что второй раз залогинился. Нет, вот мы собрали встречу и говорили, ну, мы, конечно, тестируем, но у нас как бы просто пока одного пользователя завели, но нагрузку мы провели. А еще у нас как бы нет мониторинга. Мы вот как бы пытались настроить графану с телеграфа, у нас что-то там не получилось, мы поэтому пока забили, но нагрузку мы провели. Вот. Это реальная история, поэтому такие встречи нужно проводить, статусные, да, в командах, помогать им преодолевать эти барьеры, чтобы они как бы дальше пошли. Вот. Что еще мы делаем? Мы сейчас, как я вам сказал, руки у нас освободились, мы начали немножко идти в сторону инструментария. Вот. К примеру, мы разработали автоматическую генерировку отчетов конфлюенс, то есть, чтобы у нас какой-то шаблон с графиками, с табличками прям вставлялся в этот конфлюенс, чтобы мы там не тратили на это время. Вот. Есть еще ряд хотелок, точнее, не то, что хотелок, я бы сказал, деманда, которую нужно будет тоже покрыть, и поэтому мы как раз в будущем планируем заняться инструментарием, чтобы вот команда, которая хочет правильно нагружать, мы прямо в руки вручили инструмент. Вот, ребята, допустим, одно из, допустим, требований, ну, тоже требований, а наше пожелание, чтобы люди не просто проводили нагрузку, да, а проводили и фиксировали каждый прогон где-то в каком-то там месте, да, там это в Excel, может быть, там где-то в Confluence, чтобы можно было строить тренды, чтобы результаты у нас хранились, была история. Вот. И, допустим, у нас этого инструмента нет, и сейчас мы хотим как раз-таки сделать такой инструмент, что можно было дать команде сказать, что, ребята, тренинг нет, это важная вещь, и вот пользуйтесь. Итого, у нас остается также проведение нагрузки тестирования, ну, появляются как раз новые задачи. Изучать и рекомендовать инструменты, то есть мы, по сути, превращаемся уже не просто в сервис, который там фигачил нагрузку во всем банке, да, сейчас мы идем именно как центр компетенции, и у нас есть такое желание, по крайней мере, рекомендовать инструменты, делать инструменты и давать их в команды, и совместно с комьюнити вообще развивать направление нагрузки тестирования в банке. Вот. На самом деле доклад подходит к концу. Какие можно выводы сделать? Что сервисная команда в любой компании, наверное, не будет лишней, она будет очень полезной. Я вот вам привел примеры, почему она может быть полезной. и то, что я также проговаривала, что критичные к нагрузке системы должны тестироваться самими командами. Да, они будут приходить, но их нужно потихонечку сворачивать к тому, чтобы, ребята, давайте вы заведетесь своей экспертизой. Это не обязательно должен быть выделенный нагрузочный тестировщик, который занимается нагрузкой. Это может быть роль в команде. То есть эту роль могут выполнять тестировщики, разработчики. Не обязательно брать отдельный нагрузочный тестировщик. Некоторые говорят, мы возьмем нагрузочный тестировщик, мы тестируем три раза в год. Что мы с ним будем делать? Нет, не обязательно это делать. Команда все должна понимать, как проводится нагрузочный тестирование, и как минимум 2-3 человека должны уметь это делать. И, собственно, Собственно, третий вывод. Когда у нас команда разрастается, этим нужно как-то управлять, а управлять это лучше через комьюнити, обсуждая все это со всеми ребятами. Собственно, на этом все. Нагружайте, будьте счастливы. Спасибо.